Здравствуйте! В эфире удачный сезон на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. Пожалуй, каждый владелец приусадебного участка мечтает создать перед своим домом хотя бы небольшую лужайку. Но имейте в виду, что создать газон намного сложнее, чем, например, организовать цветочную клумбу. Сейчас существует большой выбор различных газонных тракт. Но имейте в виду, что прежде чем приступать к посеву, необходимо тщательно подготовить участок. За месяц до предварительного посева необходимо хорошо вскопать данную территорию, убрать все сорняки и сделать планировку, то есть выровнять, чтобы участок был ровным. Недопустимо понижение и возвышенные места. То есть газон будет, во-первых, смотреться не очень красиво, а во-вторых, в тех местах, где очень довольно низко, в зимнее время газон будет выплевать. Приступать к посеву можно с весны и до поздней осени. Но имейте в виду, что молодые растения нуждаются в регулярных полевах, особенно в жаркую, сухую погоду. Недопустимо пересыхание подрастающей газонной травы. В настоящее время, благодаря современным технологиям, в реализации имеется и рулонный газон. Отличается он тем, что лужайку вы можете создать на своем участке буквально за полдня. Уход за рулоном газоном прост и заключается он лишь в поливах, особенно в жаркую, сухую погоду и внесении удобрений примерно один раз в месяц. Если вы хотите создать на своем участке лужайку, то сразу же приобретите газонокосилку, потому как газонную траву нужно постригать примерно один раз в две недели, чтобы высота составляла 4-6 сантиметров. Отличается рулонный газон хорошо развитой дерниной и в реализацию он поступает в свернутом виде. Просто вы его приобретаете, приводите на свой участок, растилаете, также утрамбовываете и поливаете. Хотите вы этого или нет, но на газоне часто могут появляться сорные растения, в частности одуванчики. Самый простой и надежный способ борьбы с сорняками – это использовать обычный ножик. То есть мы просто вырезаем вместе с корневой системой сорные растения и удаляем с участка. Также существуют препараты, которые называются гербицидами, а не выборочного действия. То есть мы можем просто приобрести этот препарат, например, лантрел, развести его согласно инструкции и с помощью опрыскивателя произвести обработку. Лантрел уничтожает двудольные растения, в частности одуванчики, и в то же время не вредит газонной траве. Если газонная трава имеет неприглядный внешний вид, либо вы ее подсушили, или, например, весной-зимы она вышла в нехорошем состоянии, то вы можете произвести тоже опрыскивание препаратами эпин, либо цирконом, либо иммуноцетофидом. Это препараты, которые повышают иммунитет, сопротивляемость растений к неблагоприятным внешним условиям. Газонную траву необходимо постоянно подрезать. Если же вдруг по каким-то причинам трава сильно переросла, то нельзя сразу ее низко срезать. Дело в том, что меняется так называемый центр кущения. Поэтому если газонная трава переросла, срезать ее в несколько этапов, лишь постепенно уменьшая высоту. Ну, а на сегодня это все. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи и не только на даче. Теплицы и парники Агродом. Телефон 39 06 05. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова